Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Теперь время бизнес-класса. Сегодняшняя тема, ну, замечательная. Если бы сегодня была пятница, она была бы еще более замечательной, наверное. Хотя я и не думаю, что мы с вами смотрим телевизор. Интересные программы смотрим только по выходным. Может быть, единственное, чтобы больше времени для этого. Тема, я думаю, актуальна. Мы сегодня обсуждаем рынок платного телевидения. Насколько интересен он, востребован в России. Ну и многие детали. Сегодня, я надеюсь, поведает мой гость в студии Григорий Лавров. Директор канала в Дискавери в Северо-Восточной Европе. Григорий, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, для вас я напомню. Телефон студии, телефон прямого эфира 6510996. Код города 495. Вы можете написать нам на сайте, либо позвонив в прямой эфир, задать свой вопрос Григорию. А то и поделиться собственным мнением по этому поводу. Мы всегда рады слышать мнение зрителей. У нас двусторонняя связь. Это всегда полезно, прагматично, конечно. Ну что ж, давайте начнем. Григорий, теперь вопрос. От большого к малому будем идти. Действительно, рынок в России, рынок платного телевидения, таковым является, ну можно сравнивая его с зарубежными аналогами, какими-то таковым назвать. Или это все еще в каком-то зародыше может быть? Вы имеете в виду назвать рынком? Да, можно ли его рынком назвать? Да, конечно, конечно, можно. Ну как, как правило, мы любим себя сравнивать с Западом, что вполне логично в данном случае, потому что, что тут скрывать, конечно же, на Западе и в Соединенных Штатах рынок более развит, чем у нас. Прежде всего потому, что там вся эта история началась раньше. То есть в России платное телевидение как таковое появилось, как мы все помним, сравнительно недавно. В то время как в Соединенных Штатах Америки, например, платное телевидение, кабельное телевидение, спутниковое телевидение начало развиваться чуть ли не в 60-е годы 20-го века. Кстати, Григорий, это синонимы? Платное, кабельное, спутниковое? Ну, смотрите, платным телевидением мы называем все то телевидение, за которое абонент платит. То есть для того, чтобы смотреть какой-то канал, я должен заплатить деньги оператору платного телевидения, и тогда у меня появится доступ к этому каналу. А вот уже видов платного телевидения их много. Техническая уже сторона. Либо по кабелю он идет, либо со спутника. Либо по спутнику, да, есть еще IPTV, есть цифровое телевидение. О-о-о, сейчас тоже. Да, технологии развиваются семимильными шагами, поэтому для нас это, конечно, хорошо, потому что, во-первых, это нам позволяет еще большим количеством способов доносить наш контент до потребителя, ну, а во-вторых, это просто-напросто позволяет нам делать больше каналов и предлагать более разнообразный продукт. Потому что те времена, когда были две кнопки на телевизоре, они уже, слава богу, давно прошли. Теперь каналов очень много. Я, если честно, ностальгирую по тем временам. Но... Нет, даже с практической точки зрения. Есть две кнопки. Сюда нажал, сюда. А здесь сейчас, ну, я уж не буду называть этого провайдера, но там, по-моему, порядка двухсот, что ли, каналов. Это не предел. Это не предел. Ну, Григорий, я согласен, что это не предел, но где найти, я не знаю, время, желание, мотивацию, все 200, хотя бы прощелкать. Ну, вас же никто не заставляет смотреть все 200 каналов, да? Прелесть платного телевидения как раз заключается в том, что еще одно название платного телевидения, как у нас его сейчас называют, это нишевые каналы. То есть это не каналы такого общего интереса, как большие эфирные каналы, которые мы все с вами знаем, да? Большая тройка и все остальные бренды. А это именно каналы по интересам. Во-во, я хотел сказать, что дело не в том, что не в крутизне, что они большие или небольшие, просто там идут программы, которые рассчитаны, ну, условно, на любой вкус или там на широкое восприятие, да? Да, совершенно верно. А нишевые, она сосредоточится... Нишевые каналы, как правило, имеют более выраженную целевую аудиторию, да? Например, если мы возьмем любой большой там федеральный канал, ну, сложно сказать, он мужской или женский для молодых, для старых, он как бы для всех, да? Для всех, вот именно. В то время как там, например, наши каналы, да, у нас есть там предложение для мужчин, предложение для женщин, у нас есть там семейный канал, у нас есть канал для тех, кто интересуется какой-то конкретной темой, такой как, например, наука или такое как путешествие истории и так далее. То есть благодаря именно тому, что в платном телевидении каналов очень много, можно выбрать действительно вот то, что нравится именно вам. То есть каналы есть... Наши каналы еще по сравнению со многими достаточно, скажем так, широко тематические, есть достаточно узкоспециализированные каналы. Я подумал о том, что, смотрите, с точки зрения, ну, бизнеса, пресловутого бизнеса, с точки зрения, опять, задачи найти собственную аудиторию. Наверное, ну, мне так показалось, да, что у канала, который рассчитывает на всех, да, найти эту аудиторию, ему найти эту аудиторию легче, проще ему найти, чем я буду стучаться вот в какую-то одну узкую очень... Ну, здесь как бы две оборотные стороны, да. Во-первых, те каналы, которые рассчитаны на всех, они, как правило, это действительно вот большие бесплатные эфирные каналы, да. У них, во-первых, просто проникновение, они бесплатные, они всем доступны, и проникновение у них большое, поэтому их может посмотреть любой, и поэтому и аудитория у них такая широкая. С платными каналами как раз другая история, потому что платные каналы, им сложно быть рассчитанными на всех, потому что в случае с платными каналами люди идут туда, чтобы как раз посмотреть то, что они не могут увидеть на эфирных каналах. А это, как правило, означает какую-то отдельную тему, которая недостаточно освещается на эфирных каналах. И, как правило, вход этот, да? Да, и за это люди готовы платить, да. То есть они платят за то, чтобы смотреть то, что им нравится, те передачи, которые они не могут увидеть на эфирных каналах. Соответственно, и тут уже другая история. Тут, получается, друг всем, друг никому. То есть практически не очень это такая рациональная политика пытаться таргетировать всех в платных. Тем более, что технические возможности позволяют запустить очень много каналов, и каждый из них может целиться в совершенно конкретную аудиторию. Я подумал о том, вот вы говорите, на платном канале можно поставить программу, которая на общедоступную не посмотрит. А по какой причине, не посмотришь ее на общедоступную? В принципе, да? Ну, в принципе, да. Я понимаю, к чему вы клоните. Да, но понятно, что поскольку мы платное телевидение, мы получаем фактически от абонентов деньги за наш контент, мы можем себе... И поскольку мы огромная компания, мы являемся международным большим холдингом, мы вообще компания номер один в сфере познавательно-развлекательного контента. Продолжайте, продолжайте. Да, поэтому мы имеем возможность инвестировать большие средства в наш контент, и таким образом мы производим действительно эксклюзивный контент. Вот это слово я хотел вас услышать. Да, вот вы его услышали. Эксклюзивный. Эксклюзивный. То есть по определению этой программы, этот контент, как вы говорите, он не появится в общедоступных просто по определению? Конечно, нет. Потому что мы хотим, чтобы вы смотрели на наших каналах, и за него платили деньги. Совершенно верно. И это связано с его эксклюзивностью, прежде всего, я не знаю, с затратами на его производство, потому что это производится не так, как то, что производится и появляется на общедоступных каналах. Ну, это связано, да, в том числе и с затратами на производство, потому что там на канале Discovery, например, есть действительно очень дорогие программы, которые мы производим сами и показываем на нашем канале. Мы немножко по-другому, то, что называется, используем нашу модель, потому что мы, благодаря тому, что мы международный канал, мы присутствуем сейчас, по-моему, уже в 220 странах или какая-то такая история. Соответственно, мы аккумулируем средства, которые мы получаем от этих стран, и мы можем как бы весь этот огромный бюджет, который составляет в этом году полтора миллиарда долларов. Полтора миллиарда долларов. Это же затрат на контент. Мы, соответственно, производим программы, которые мы производим с учетом того, что это какие-то мега-хиты, которые интересны по всему миру. Соответственно, дальше мы уже по всему миру этот контент распространяем, ну и так далее. Учитывая, что имеем мы такой бюджет, мы не скупимся ни на что, Потому что та же самая какая-то студия, которая делает программу для общей... Она понимает, что это будет не бюджетно, что называется. Ну, как сказать? Нельзя сказать, что мы прям совсем денег не считаем. Мы все-таки коммерческая организация. Но мы можем... В качестве примера я могу привести буквально в прошлом году, год назад, мы показывали программу, которая называлась «Нутри авиакатастрофы». Мы в прошлом году разбили самолет. Ну, пустой, естественно, в пустыне Мексики. Стоят миллионы долларов те же самые. Мы разбили самолет и поставили внутри камеры, чтобы посмотреть, что происходит во время авиакатастрофы внутри самолета. И сняли про эту программу, которую... А разбили в смысле? Как разбили? Ну, в буквальном смысле разбили. То есть он летел-летел, а потом врезался... Да, он упал на землю. Мы его сделали так, что он упал на землю. Никто не погиб, я надеюсь. Нет, никто не погиб. Сначала в нем летели пилоты. А то, вы знаете, страшные эти разговоры о реалити-шоу. Ну, это еще, слава богу, все на уровне фантастики, когда там какие-то страшные вещи с жертвами. Ну, нет, жертв пока никаких нет. Да, у нас тут не голодные игры, да, поэтому... Во-во-во-во, вспомнился фильм мне этот. Григорий, спасибо. Мы сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ, а потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Григорий Лавров, директор канала в Дискавери в Северо-Восточной Европе. Мы говорим на тему рынка платного телевидения, насколько интерес к нему в Российской Федерации сейчас широк. И, собственно, поговорим о неких жанрах, которыми привлекают этих самых зрителей, конечно же. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, продолжим. Если можно, вернемся к этому примеру. В общем, чем дело закончилось? Нет, дело закончилось тем, что мы, в общем, поняли, что те, кто летает в бизнес-классе, у них больше шансов погибнуть. Погибнуть? Да. Вот такой вывод мы сделали. Я понял, я понял. Ну, а в принципе, смотрите, даже если, опять, этот конкретный пример брать или какие-то другие, в принципе, вот задача, задача, творческая задача, она какая в данный момент ставится? Ну, смотрите, у нас... Ставится. Ну, понятно, да? У Канала, вы имеете в виду, да? У Канала и у Кампании. Да, и у Кампании в том числе. То есть, снимая подобные сюжеты, да, это, собственно, какое-то руководство к действию или просто красочная картинка. Ну, скажем так, это и то, и другое, да, потому что у нас есть некая миссия, и мы ее так кратко обозначаем, как удовлетворять жажду знаний людей. Жажду знаний. Жажду знаний, конечно. Но мы при этом стремимся ее удовлетворять в какой-то увлекательной манере, да? То есть, у нас нет на канале говорящих голов, которые там что-то в бороду скучно там... Бубнят. Бубнят, да. То есть, мы стремимся делать так, чтобы человек включил канал, был захвачен передачей, он смотрит, ему интересно, ему увлекательно, но потом, когда он выключает телевизор, у него при этом что-то остается в голове. Да, там хороший пример, например, программа «Разрушители легенд», которая, в общем, исследует всякие разные мифы и легенды на то, правда это или нет. И, соответственно, причем самые разные, начиная от каких-то еще древних мифов, типа того, может ли, смог ли действительно Архимед с помощью зеркала и солнечных лучей поджечь вражеский флот, и заканчивая какими-то современными мифами по поводу того, что происходит в кино и так далее. Можно ли там с крыши на крышу, как в «Матрице» как-то там перескочить? И они при этом, естественно, это делают в увлекательной манере. Абсолютно как бы люди исследуют научную подоплеку того или иного явления мифа-легенда. Но при этом они это делают абсолютно в увлекательной манере. Взрывы, погони, значит, все как бы дорого, все зрелищно, все динамично. И это действительно захватывает. Одна из, наверное, самых популярных программ на нашем канале. Ну и так далее. Какой бы жанр мы ни брали, начиная от популярной науки, пусть это будет жанр турбо про автомобили, пусть это будет программа про добычу золота на Аляске, все что угодно. Это всегда сочетание каких-то новых знаний и при этом увлекательного, собственно, просмотра. Просмотра. Да. Жажда знаний через развлечения. Фактически, да. Поэтому мы называем себя познавательно-развлекательным телевидением. Познавательно-развлекательным. Григорий, можно ли выделить приоритеты, так сказать, я не знаю, аппетиты российской аудитории, если вообще они отличаются каким-то образом? Вы имеете в виду в жанровом. В жанровом, конечно же. Да, но если мы говорим про канал Discovery, то здесь мы как раз должны отметить, что именно российские зрители, они очень любят жанр популярной науки. Мы, честно говоря, этим, даже не втайне, мы этим открыто гордимся и всегда очень любим писать всякие отчеты в наши лондонские и американские хед-офисы по поводу того, что такая у нас интеллигентная публика, которой интересны именно научные знания, научное открытие. Они говорят, что в других странах публика менее интеллигентная о Discovery, но просто в других странах мы видим, это, кстати, достаточно любопытно всегда смотреть, в других странах мы видим более сдвиг в какие-то интересы к каким-то другим жанрам. В Штатах, например, люди больше любят программы, которые скорее похожи на реалити-шоу. То есть им интересна в большей степени история взаимоотношений персонажей, кто там кому что сказал, этот туда поехал, а этот не согласен. Сопереживание какое-то. Ну, видимо, тоже сопереживание такое, как бы, ну, реалити-шоу. В, например, какой-нибудь Польше зрители больше любят жанр, опять же, тот же турбо, они очень любят программу про тюнинг автомобилей, про то, как, значит, из старой машины делают там новую, значит, и оттюнингованную. Вот, очень любят программы еще про жанр, который мы называем «Деньги не пахнут», когда, опять же... Там же в Польше. Тоже в Польше, да. Когда люди из всякого хлама добывают какие-то сокровища, да. Вот они открывают каком-нибудь ангар, в котором там лежит какой-то хлам, и вот уже лежит там много лет, никто уже не помнит, что там. Начинают в нем рыться и обнаруживают, что, оказывается, там лежит какому-нибудь действительно ценная, винтажная, если не древняя вещь, за которую они потом на каком-нибудь аукционе выручают огромные деньги. Таким образом, они фактически из хлама делают деньги. Какая-то тенденция прослеживает. Вот. У нас тут популярная наука, да. У нас люди любят Стивена Хокинга, у нас люди любят нашу программу про Моргана Фримена, который рассказывает про, в общем, всякие вопросы мироздания, про путешествия во времени, про черные дыры, про устройство Вселенной и так далее. У нас будет очень интересная программа в феврале, называется «Будущее с Джеймсом Вудсом», где, опять же, достаточно известный актер Джеймс Вудс исследует то, каким может быть наше будущее. А смогут ли какие-нибудь роботы быть такими же, как мы? Переселимся ли мы на другие планеты? Сможем ли мы читать мысли людей и как-то их записывать, перематывать и так далее? И, опять же, поскольку мы подходим к этому с познавательно-развлекательного, в познавательно-развлекательном ключе, то мы в этой программе как бы реконструируем это будущее. То есть Джеймс Вудс буквально как бы оказывается в будущем, и мы видим, каким оно возможно будет. Это очень зрелищно и действительно затягивает прямо с первых кадров. Я думаю. И более того, да, даёт возможность, собственно, вот глядя на то, что происходит на экране, оценить уже непосредственно, нужно мне, не нужно мне в такое будущее. Ну, в общем, да. Иногда оно может быть достаточно пугающим. Опять же, возвращаясь к вопросу о всяких уже упомянутых вами сегодня научно-фантастических утопиях. Но, тем не менее, я думаю, что мы должны быть готовы морально, по крайней мере, к разным сценариям. Ну, кроме того, да, не факт, что там мы, современное поколение до этого будущего доживёт, а у будущих поколений могут быть уже совсем другие ценности. Это же пугает нас, и их, может быть, уже совсем пугать не будет. И давайте я такую фразу произнесу. У них могут быть другие ценности, но телеканал один. Конечно, конечно, конечно. Очень, кстати, забавный случай. Недавно в интернете распространялся некий ролик. Ну, это фактически был такой короткометражный фильм. Опять же, про будущее, где воспроизводилась некая сцена из жизни молодого человека, который живёт в мире, в котором вот эти приложения, которые у нас сейчас в телефонах, они буквально как бы встроены в мозг. То есть он уже видит вокруг какие-то иконки, которые ему всё время подсказывают. И вот он в какой-то момент включает телевизор в этом фильме, и там, конечно же, идёт... Ну, там назывался канал Discover, да, без Y на конце, но всё равно было понятно, что аллюзий идёт на канал Discovery. Я помню, что меня это очень порадовало, что люди, которые думают про будущее, они не сомневаются в том, что Discovery будет там существовать, несмотря на то, что периодически могут раздаваться всякие сентенции на тему того, что телевидение скоро умрёт и так далее. Ну, по крайней мере, вот ваш пример, опять-таки, когда у человека уже иконки в голове, ему, я думаю, телевидение не нужно уже. Ну, понимаете, телевидение как? Нужно, опять же, разграничивать, что мы понимаем под словом телевидение, потому что часто, когда люди говорят телевидение, они имеют в виду телевизионный сигнал. Телевизор. Буквально, смысл. Да, и телевизор, да, как ящик. Я бы всё-таки говорил о телевидении как о контенте. И я, честно говоря, не сомневаюсь в том, что люди всегда будут хотеть развлечений, что люди всегда будут хотеть какого-то контента. Ну, контента, слово, конечно. Что по-русски как-то можно? Ну, передачу. Передачу, да. Просто, ну, контент более широкое понятие. Я понял. Книга — это тоже контент. Музыка — это тоже контент. Спектакль в театре — это тоже контент. Люди всегда его хотели, они сами его создавали, начиная, когда они рисовали ещё в скалах на скальную живопись. Потом появились всякие театры, музыка и так далее. Сейчас у нас есть возможность смотреть видео, и я не сомневаюсь, что в этом смысле телевидение, конечно, будет существовать всегда. Каким способом этот контент, извините за нелюбимое вами слово, будет доставляться зрителю, это уже второй вопрос. Но то, что сами по себе шоу, программа, видеоформат будет существовать, как бы в этом нет никаких сомнений. Я понял. Ну, а о способах, кстати, мы с вами поговорим более детально. Сейчас мы прервёмся. У нас рубрика «Вне времени» на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня говорим о рынке платного телевидения. В студии Григорий Лавров, директор канала «Вдискавери» в северо-восточной Европе. И для вас, уважаемые слушатели, я ещё раз напомню, телефон студии 6510-99,6, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Делитесь собственными мыслями на этот счёт. Ну что ж, вокруг сплошное телевидение. Всё сплошное телевидение. Это как в известном фильме «Москва-сезон» не верит. Скоро будет одно сплошное телевидение. Ну, по большому счёту, вы согласны с этим тезисом, да, я так понимаю, Григорий? Ну, в общем-то, да, мы сейчас видим, что с появлением новых возможностей и средств смотреть телевидение и телевизионный контент, люди смотрят его всё больше и больше, потому что теперь они могут взять телевидение с собой в кровать, смотреть его по дороге на работу, да и на работе тоже, в общем, тайком посматривать. Поэтому телевидение постепенно, да, захватывает жизнь людей, и скоро все 24 часа будут посматривать. Когда мы научимся транслировать телесигнал во время сна, люди, тогда вообще... Это тот самый вариант с иконкой в голове уже, да? Да, 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 да. Телевизор в голове и всё. Ну, не знаю, какая-то такая смутная перспектива. Ну, не знаю, не знаю, насколько она смутная. Хорошо, ну, давай теперь всё-таки поговорим о том, как сейчас выглядят этот самый, ну, или варианты доступа, да, к зрителю этого самого контента. И наверняка ведь вы в какой-то момент тоже делаете выбор, да, потому что есть телеканал, с кем сотрудничать, как стучаться до сердца. Расскажите об этом поподробнее. Ну, мы, смотрите, мы работаем, у нас такая устойчивая и давно, в общем, устоявшаяся система взаимодействия с потребителем. Мы работаем с ним через всем известный оператор платного ТВ. То есть мы приходим к оператору, мы вместе с оператором предлагаем там разные пакеты платного телевидения. Зрители, подключая платное телевидение, выбирают там тот или иной пакет, и в зависимости от того, что они выбирают, они могут смотреть то, ну, разное количество наших каналов. От там трех до десяти. Вот, поскольку у нас сейчас, ну, там, в России, в нашем портфолио сейчас 10 каналов, и мы еще планируем, не планируем на этом останавливаться. Но это нормально, это нормально. Вот, так что, так что, в общем, вот так, все довольно просто и прозрачно. Я понял. Кстати, есть вопрос по этому поводу, видимо, да, Григорий? Смотрите, пишет Александр. Бывают ли случаи, что вы принимаете решение не сотрудничать с каким-то оператором? Ведь разные операторы порой предлагают разные каналы, с чем это может быть связано? Ну, случаи такие бывают, да, что тут скрывать? Это тоже бизнес, и операторы являются там нашими деловыми партнерами. Не всегда бывает, вернее, такое, что с партнерами как бы не договариваешься, да, у нас там контракты не бесконечные, да, не ограничены каким-то определенным сроком действия. Эти сроки так или иначе истекают, мы, естественно, их переподписываем. Иногда бывает такое, что мы по каким-то условиям не договариваемся, и тогда мы говорим оператору, что сори, но, к сожалению, мы там на ваших условиях не готовы вам давать наши каналы. Вот, ну, собственно, и тогда, ну, то есть наша задача здесь, как канала, и это задача уже маркетинга и отдела пиар, сделать так, чтобы от этого минимально пострадал зритель. То есть мы думаем не только об операторе, как о нашем партнере, но и о его абонентах, как о наших зрителях. Соответственно, мы стараемся... А как может зритель в этом случае не пострадать, если вы не продлили контракт с оператором? А он может переключиться к другому оператору. А, зритель может переключиться. Конечно. Ну, как правило, сейчас рынок платного телевидения, возвращаясь к вашему самому первому вопросу, достаточно развит в России. И на любой территории, ну, в любом, по крайней мере, крупном городе... Есть выбор, да? Есть выбор, конечно. Есть один оператор, есть другой. Можно тарелку поставить, можно кабель подключить и так далее. И в таком случае мы говорим зрителям о том, что... Ну, у них есть фактически два способа, да, в таком случае. Они могут либо просить своего оператора или даже, скажем так, требовать у своего оператора канал Discovery обратно, вот, либо они могут переключиться к другому оператору. Мы стараемся как-то заблаговременно их информировать о таких случаях. Таких случаев немного, то есть не то, что это обычная практика. Для нас, скорее, исключение из правил, потому что мы, в общем, со всеми операторами платного ТВ стараемся, и, как мне кажется, у нас это получается, выстраивать партнерские отношения, поскольку они нам важны, как, разумеется, канал доставки наших программ зрителям. Но для них мы тоже важны, потому что масса исследований показывает, что канал Discovery является, как это говорится, драйвером для подключения платного ТВ. То есть люди, в принципе, подключают платное ТВ для того, чтобы иметь канал Discovery. Ну, может быть, не только его, но если у абонента есть выбор, подключить оператора А, у которого есть канал Discovery, или подключить оператора Б, у которого нет канала Discovery, он, конечно, подключит оператора А. Ну, при прочих условно равных, да, если оператор Б будет там в 100 раз дешевле, наверное, он может подключить оператора Б, но обычно все-таки там цены на платное ТВ достаточно сопоставимы, поэтому, ну, в общем. Понятно. То есть ключевой вопрос, да, когда я делаю вывод между операторами, а Discovery есть у вас? Конечно, конечно, конечно. Тогда я иду к вам. Конечно. Григорий, а с точки зрения технологии, вот, в принципе, да, платное телевидение, это, ну, понятно уже, что это собой представляет. Как правило, все-таки через спутник ли, да, с использованием тарелки, либо через кабель, все это попадает в телевизор все же в конечном итоге, да, и я наслаждаюсь этими программами. Высокие технологии не отстают все-таки, да, и сейчас основная активность переходит в интернет в том числе. Как, какие перспективы, да, у Discovery в частном случае? Ну, смотрите, у нас нету вещания в интернете, да, и это, ну, как бы, в частности обусловлено двумя причинами. Первая причина. Вещать в интернете бесплатно нам было бы странно, потому что мы платный канал, и мы говорим о том, что мы хотим, чтобы люди платили за наш контент. Вещать в интернете платно, ну, мы тоже не видим для себя какой-то экономической целесообразности. Да и вообще, да, говоря глобально, ну, вот давайте, у меня вот есть коллега, который, когда вот на эту тему заходит речь, он проводит аналогию, которая мне очень нравится. Он, например, говорит, вот возьмем компанию, не знаю, наверное, нельзя произносить бренды у вас в эфире, ну, компанию, глобальную компанию, производящую известный газированный напиток коричневого цвета, да, с таким... Что же это за компания? Подумал я, ну, не будем называть. Вот, опять же, да, эта компания, несмотря на то, что у нее огромные бюджеты, она присутствует по всему миру, у нее огромные возможности, почему-то она не открывает свои магазины и не продает, ну, то есть... И так через интернет. Да, через интернет. Она все равно работает с ритейлом, она поставляет свой продукт дистрибуторам, которые поставляют их в магазины. В том числе и через интернет, кстати. Ну, в том числе и через интернет, да, но они сами этим не занимаются. Почему? Потому что каждый должен заниматься своим делом. Потому что они крутые слишком, да? Потому что... Нет, не в этом дело, потому что они специализируются на производстве и маркетинге, да. То, что они умеют, могут делать, это производить свою продукцию и рассказывать о ней потребителям. А уже дистрибуция, логистика, вот эти все истории, этим должны заниматься те, кто специалисты в этом деле. Вот мы придерживаемся примерно такой логики, как коричневый газированный напиток, и считаем, что наша задача и то, на чем мы сфокусированы, это делать классный контент, хорошие программы, которые будут увлекать зрителей по всему миру. И мы предоставляем специалистам своего дела доставлять эти каналы, этот контент зрителей. Все довольны при этом. Ну, кстати, я предположу, что найдется через какое-то время специалист, который скажет, ребят, вот я через интернет могу, да, вашу программу доставлять зрителю. Это будет для вас платно. Так, это уже сейчас есть, это уже сейчас есть, уже есть так называемые вот эти все OTT-сервисы, когда телевидение как раз уже вот перешагивает стадию доставки сигнала в ящик, да, и есть вещание в интернете, нас можно смотреть через мобильный телефон, например. Но, опять же, мы не сами транслируем сигнал, да, на мобильный телефон, а мы делаем это посредством сотрудничества с сотовым оператором, который, ну, в том числе занимается и платным телевидением. Поэтому для нас эта модель абсолютно является, ну, вот мы, да, честно говоря, я не являюсь специалистом в протягивании кабеля где-нибудь в Сибири, да, есть люди, которые знают это дело, умеют это делать, прекрасно с этим справляются. Особенно в Сибири. Особенно в Сибири. Поэтому, в общем, мы думаем, что если они будут это делать, у них-то явно получится лучше, чем у нас. Безусловно, безусловно. Кстати, возвращаясь к Сибири, ну, и не только к Сибири, а к огромной нашей необъятным просторам нашей Родины, да, и некоторое время назад вы произнесли такую фразу, что, ну, как правило, в крупных городах есть выбрать из чего, да, говоря об операторах, а вот не очень крупных, наверное, и выбора такого нет. А в Сибири, предположу я, ну, по каких-то отдаленных уголках, и вовсе там еще кабель-то этот не проложили. Ну, вы знаете, как сказать, на самом деле все это развивается, и, конечно, есть еще места в России, где, я думаю, нет ни кабеля, ни спутника, да, ни то, ни другое туда не достреливает. Хотя, кстати, спутники, я думаю, покрывают в основном всю территорию страны, ну, подавляющее большинство. Но, тем не менее, да, у нашей страны есть такое преимущество, оно же проблема, это ее размер, да, и это в том числе, наверное, является препятствием, являлось препятствием к развитию платного телевидения. И неразнородность все-таки, да? Ну, в общем, да, потому что покрыть, условно говоря, спутником или кабелем какому-нибудь Великобританию, да, значительно проще и быстрее, дешевле, чем Россию. Но, тем не менее, рынок растет, да, сейчас, например, проникновение платного телевидения в России, это, ну, там, составляет порядка 58%, а, например, к, там, 2018 году, если я не ошибаюсь, эту цифру будет чуть ли не 75%, а это довольно много. А для сравнения в Штатах? Ну, в Штатах это почти 90%, конечно, в Штатах уже насыщенный рынок, напомним, что с 60-х годов все развивалось, и сейчас, я думаю, что они, ну, фактически достигли своего потолка, и у них уже в другой стадию все это вступает. Вот если, например, взять Европу, кстати, то в среднем в Западной Европе сейчас проникновение платного ТВ составляет 55%, то есть меньше, чем у нас. А почему так? Ну, это в основном связано, конечно, с неоднородностью, потому что, когда мы говорим Европа, да, мы тоже привыкли, что есть некая Европа, на самом деле, конечно, Европа — это разные страны, и культурные, и экономические, и как только не. То есть, опять же, сравнивать, например, какому-нибудь Великобританию, где очень развит рынок платного ТВ, где 600 каналов, и где, в общем, есть там три в основных больших игрока, и сравнивать, например, с Испанией, да, где явно там экономическая ситуация, и, возможно, какие-то культурные моменты людям, ну, в меньшей степени стимулируют их платить, да, за платное ТВ, то там как бы немножко похуже ситуация. И поэтому если в среднем по больнице, получается, примерно как у нас. Но вот если взять, например, какие-нибудь прогнозы, то вот как раз я недавно на эту тему читал, что в Голландии чуть ли не 100% обещают проникновение где-то в 2018 году, а в той же Испании 24%. Но вот меньше люди там смотрят платное ТВ. Но они меньше смотрят именно потому, что там надо за него платить. Я думаю, что... А не у всех такая возможность есть. Или именно на уровне ментальности, что платное ТВ — это вот какое-то отношение к нему другое. Не знаю. У меня как бы может быть и то, и другое, может быть что-то из этого, мне сложно сказать. Не могу сказать, что я прямо изучал испанский рынок. То есть есть вот эти цифры, да, дальше уже мы можем предполагать, что там вот в Испании, в Италии как-то все вот... И там не очень все растет. Германия, например, тоже не то чтобы очень сильное проникновение платного ТВ, что, кстати, удивительно, да, для Германии, казалось бы, высокотехнологичной цивилизованной страны, но у них достаточно бурный рост идет. Во Франции идет бурный рост. Так что Европа, в общем, тоже развивается. На самом деле, это я к тому, да, что, в общем, в принципе, платному ТВ в мире еще есть куда развиваться. То есть не то, что там на Западе все хорошо, а мы тут, как всегда, догоняем. Нет, все растут, все растут. Но с другой стороны, если мы, ну, по крайней мере, может быть, не с точки зрения платного телевидения, в других отраслях, если мы видим, да, что там уже насыщен рынок, а здесь у нас еще есть, да, потенциал, то все сюда, все... Конечно. Все флаги в гости к нам, как принято говорить. Григорий, еще раз прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Григорий Лавров, директор канала в Дискавери в северо-восточной Европе. Ну и понятно, что мы обсуждаем рынок платного телевидения. Я напомню еще раз, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании Финам.ФМ. Григорий, если не возражаете, давайте к творческой составляющей перейдем. Собственно, я еще раз процитирую миссию, да, компании Дискавери, «Жажда знаний через развлечение». Да. Ну, учитывая, что, в принципе, да, жанр достаточно разнообразен и на канале, и в принципе мы говорим о том, что много всяких интересных программ существует в мире. Вот на что бы вы сделали акцент, на что вы делаете акцент, и что, по вашему мнению, наиболее популярно, ну, в России прежде всего? Ну, мы, в общем-то, как, у нас есть такие ключевые наши популярные жанры, я сегодня о части из них говорил. Это, например, жанр турбо про автомобили, популярная наука. У нас есть такой жанр выживания, где мы демонстрируем и рассказываем, как люди выживают в экстремальных условиях. Вот есть такой известный британский эксперт, которого зовут Биар Гриллс, который такой икона выживания, такой одной из лиц канала Дискавери. У нас будет в следующем году много разных премьер, кстати, этого жанра, где люди будут выживать. А уже вот этот жанр, я бы сказал, достигает такого своего пика, как мне кажется, потому что у нас уже люди выживают без всего, без одежды, без съемочной группы, сами себя снимают. В общем... Трудно представить, без чего еще можно выжить. Уже, мне кажется, да. Следующий шаг будет только закинуть человека в космос без кафандра уже. Вот настолько мы вот этот жанр уже осваиваем и поднимаем на новый уровень. Но это тоже типа аналог какого-то реалити-шоу, да? Ну, это разные бывают истории, то есть есть истории такие более практические, да, давайте посмотрим, как же выжить в суровых условиях, да, когда мы смотрим и правильно учимся. Ага, вот так нужно разводить костер, а вот если вы замерзли, нужно делать то, а вот это как раз делать не нужно и так далее. Есть более истории такого, ну, не то чтобы развлекательного, да, развлекательного в широком смысле формата. У нас была такая программа «Выбраться живым», где все тот же Биар Гриллз, он реконструировал реальные истории того, как люди выжили в экстремальных условиях. То есть они, например, там катались где-нибудь в горах на лыжах, что-то пошло не так, не знаю, сломали ногу, оказались одни вот в этих горах, никого вокруг нет, там телефона почему-то нет, или он сел, или что-то, или не ловит, и вот они там в одиночку выбирались. И мы, соответственно, во-первых, Биар Гриллз как бы снова проделывает весь этот путь, а во-вторых, мы общаемся, мы слышим эту историю непосредственно от первого лица, то есть человек, который все это прошел, он нам рассказывает. Очень эмоциональная программа, на самом деле, потому что, ну, как бы ты сам вместе с ними это переживаешь, и там чуть ли не слезы на глазах уже стоят, потому что люди действительно, ну, пережили, и они думали, что они не выживут, да, то есть они, многие из них были уверены, что все, да, вот это их последний час. У нас есть и другие жанры, да, это, например, такой жанр, как магия, удивительно возможен для Discovery, но это такое наше новое открытие, сравнительно новый жанр на канале. Сейчас, опять же, есть масса всяких иллюзионистов, и вот это какая-то такая, может быть, новая мода. Очень много молодых людей занимаются тем, чем занимается, например, Дэвид Копперфильд. То есть, да, я хотел сказать, что Копперфильд сейчас, этот жанр не ограничен. Не ограничен, конечно, огромное количество людей этим занимаются, более того, это тоже свой рынок. У нас есть такой, один из таких вот иллюзионистов, это его зовут Динамо, британский иллюзионист, очень популярный в Великобритании и благодаря каналу Discovery по всему миру. Российские зрители тоже смотрят с удовольствием эту программу, где он совершает всякие разные трюки, то есть, совершенно непонятно, как он это делает, то есть, он может ходить по воде, по темзе, он левитирует, он превращает жидкость в лед, дотрагиваясь до нее. Все это, причем, происходит при стечении народа, то есть, в том числе, могут быть задействованы всякие, то, что называется, селебритис, то есть, это все не... То есть, это не постановка, да? Это не постановка, да. Всегда же, когда по телевизору смотришь, на эти чудеса думаешь, ну, боже мой, это же телевидение. Нет, в данном случае нет, потому что это не постановка, и это действительно непонятно, как он делает. И вот он к нам приезжал в Москву, кстати, в прошлом году, на одно из наших мероприятий, и его сопровождающие рассказывали, что, оказывается, вот эта история с иллюзионистами, это сейчас огромный рынок. У них, оказывается, есть свое мероприятие, такой, как бы, конгресс или выставка, где они туда приезжают, продают друг другу трюки, презентуют какие-то новые изобретения и так далее. Очень интересно. Хотелось бы там побывать, кстати, но это очень, конечно, закрытое и очень профессиональное бизнес-фактические мероприятия. Вот. И новых звезд мы открываем, в том числе в жанре магии. У нас программа «Наука магии», где тоже, где не просто люди показывают какие-то трюки, они еще объясняют, как они их сделали, и оказывается, опять же, что у большинства трюков на самом деле научная подоплека, что за всем этим скрывается достаточно часто простая физика, химия, механика или психология, на самом деле. Или ловкость рук. Или ловкость рук, да, которая тоже, в общем, с научной точки зрения объяснима. Еще один такой, как бы, жанр сравнительно новый для нас называется «Золото». Сейчас, оказывается, история с золотодобычей очень популярна. Вот это тема американской, да, в общем, не только американской мечты разбогатеть вдруг сразу, найдя какое-то, значит, залеже сокровища. Цена на золото падает, мне нравится, да? А тема популярна. Ну, тем не менее. Цена на золото, мне кажется, может демонстрировать разную динамику, разные времена. Тем не менее, да, и здесь современных золотоискателей их много. Они ищут золото везде, на Аляске, в джунглях Африки, в Южной Америке, где только не. Мы следуем за такими людьми в разные эти места, и это уже тоже вот такой, опять же, немножко формат реалити. То есть мы просто вот идем за ними и смотрим, как у них все происходит. Там тоже непростые характеры, суровые мужчины, значит, которые тоже зачастую этим занимаются не потому, что вот у них так вот хобби такое, потому что им больше делать нечего, да? У них в том смысле, что... Кризис у них там... Они потеряли все, и, в общем, у них последний шанс найти золото, условно говоря. Вот. И в следующем году мы планируем еще больше эту тему изучить, и мы углубляемся уже в историю вопроса. Мы показываем программу «Золотая лихорадка Калифорния». Это такой полухудожественная программа, где мы реконструируем исторические события «Золотой лихорадки» в Сан-Франциско, которая, собственно, и сделала Сан-Франциско столицей западного побережья Штатов. И, конечно же, нельзя не упомянуть в этой связи мини-сериал, который мы показываем в «Дискавери». Тоже художественный, для нас это такой тоже новый формат. Мы не специализируемся на художественном контенте. Называется он «Клондайк». Да, «Клондайк» — один из, наверное, известнейших «Золотых приисков» был в 19 веке. И, собственно, исполнительным продюсером этого проекта является Ридли Скотт, который, в общем, и снял для нас этот прекрасный мини-сериал. Здорово. «Клондайк» — да, это уже название нарицательное. Григорий, хотел уточнить. Огромное количество я сначала записывал, потом перестал. Огромное количество нерусских, нерусскоязычных имён и фамилий звучало, звучало, звучало. Правильно я сделал вывод, что «Дискавери» это интернациональный канал. Конечно. Все программы делаются где-то и рассчитываются на уже более широкую аудиторию. Да, да. А смотрите ли вы на локальный рынок, в частности Российской Федерации, есть ли русские программы или русские герои, русские ведущие, русскоязычные? Есть, конечно. Здесь, во-первых, смотрим на рынок в том смысле, что мы собираем канал здесь. То есть сетка формируется с учётом предпочтения российского зрителя. Мы внимательно следим за рейтингами, за темой информации ТНС, проводим собственные исследования, фокус-группы и так далее. На которых, кстати, зрители нам говорят, что не надо нам местное, дайте нам интернациональное. Мы хотим разрушителей легенд, мы хотим Биара Грилза. Потому что нечего предложить, наверное, просто-напросто. В качестве альтернативы. Мне кажется, что, понимаете, Discovery — это такой уровень качества, в который люди очень верят. И они не верят, что в России что-то подобного уровня может быть снято. Вот скажем так. А это правда? Или это субъективно очень, как обычно мы говорим? Ну, хорошо, скажем так. У меня нет информации о каких-то прецедентах в такой съемке, типа вот как про самолет я вам рассказывал, когда мы его специально разбили в пустыне. Вот сколько мне известно, в России пока такого не делают. Вот. И мы, конечно, тем не менее, у нас есть так называемая локализация, у нас бывают и местные ведущие. Это вынужденная локализация. Ну, почему вынужденная? Не то чтобы так положено. Мы, во-первых, экспериментируем, да, мы пробуем то или иное, смотрим, как сработает, да, что скажет зритель. Например, вот у нас был как-то ведущим Антон Камолов, который был как бы интегрирован в международную программу «Как мы изобрели мир». То есть сюжеты были сняты как бы международные, а в каждом регионе был свой ведущий местный. У нас это был Антон Камолов. Зрители очень тепло это приняли. Мы сейчас думаем о том, чтобы вот еще подобного рода проекты запускать. У нас, например, в этом году канал 15 лет. И у нас весь год, начиная с апреля месяца и до сих пор, идет такая компания 15-летия, где российские звезды рассказывают нам, какими они были в 15 лет. И там, знаете, от Ильи Логутенко до Ольги Шелес, то есть все-все-все, оказывается, любят канал Discovery, что нам очень приятно. Да. Ну, теперь самое время, да, Григорий, я понимаю, это дело, это ненарочно было, да, это было не в рамках сценария, какого-то написано. Но самое время поздравить вас, по крайней мере, с 15-летием. Спасибо. Поздравить с наступающим Новым годом. И вас, пожалуйста. Сложилось уже, да, неделька осталась. Сложные праздники у нас, да. Да, не говорите. Главное пережить. Ну, с телеканалом Discovery, я думаю, нам это удастся. Конечно. Спасибо огромное, Григорий Лавров, директор канала Discovery в Северо-Восточной Европе. Сегодня в бизнес-классе. Григорий, спасибо, что нашли время. Уважаемые случаи, спасибо за внимание, успехов в бизнесе. До свидания.